Сохранение занятости и поддержка бизнеса – основные цели всех антикризисных действий кабинета министров Чувашии. На что вправе рассчитывать предприниматели, рассказали на брифинге в Доме правительства. Правительственная комиссия страны утвердила перечень девяти отраслей экономики, наиболее пострадавших в связи с пандемией. Именно им в первую очередь окажут поддержку. В Чувашии почти 8,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 7 тысяч индивидуальные предприниматели. В основном они заняты в автоперевозках, общественном питании и бытовом обслуживании. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. На федеральном уровне принят ряд антикризисных документов, республика включилась в их реализацию. Например, малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка налоговых и других платежей до полугода. Планируется так называемая программа 1.3.1.3.1.3. Это отсрочка предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали от этих кризисных явлений. Отсрочка платежей 67% это субсидии будут оплачиваться со стороны государства. 33% должны быть уплачены самим предпринимателем. Если у него опять же имеются какие-то трудности, то банк может принять решение о конвертации этих платежей 33% в основной долг. А по основному долгу планируется 6-месячная отсрочка, то есть с 1 апреля до 1 октября. Четко прописаны и арендные отношения. Если предприниматель не может работать эти 30 дней, он уведомляет арендодателя о невозможности выплаты. И либо просит рассрочку, либо уменьшение платежей. Надеемся, что будет расширен перечень отраслей, которым будет оказана поддержка. Буквально сегодня целый ряд субъектов федерации, в том числе Чувашская республика, обратились в адрес правительства Российской Федерации с оказанием поддержки таким отраслям, как жилищно-коммунальное хозяйство, долевое строительство. Уже введен мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. От срочка взыскания ФНС со счетов до 1 мая на 3 месяца отодвинут срок подачи налоговой отчетности. Планируется, что в течение апреля заработают и остальные формы поддержки. Юлия Важенина, Павел Рядков, Республика.